Всем привет, на связи IT District и в сегодняшнем видео я вам покажу как можно использовать очень крутой виджет, который появился в Android сравнительно недавно. Честно говоря, я его давно уже ждал и вот он появился и начал нормально работать. Это на самом деле большой прорыв, потому что использовать такую панель навигации в Android приложении, это во-первых выглядит очень стильно, очень креативно, во-вторых это очень удобно. И вы знаете, в этом плане ботом Navigations немного проигрывает в Navigations Rail. Ну давайте по порядку и начнем использовать данный виджет. Если вы хотите оперативно и качественно стать Android разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии Android разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца, такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности, то есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть, если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс, вы можете проконсультироваться со мной, все ссылки есть в описании к этому видео. Для того, чтобы настроить на FRA, у вас должна быть подключена самая последняя библиотека Material Design, в моем случае это версия 1.4.0 Alpha.02. Да, это минимальная версия, по-моему, самая минимальная, с которой начинает работать этот виджет, это 1.4.0 Alpha.01. По-моему, что такое, но у меня на день выпуска этого видео самая последняя Alpha.02, поэтому я использую Alpha.02, я поэтому использую Alpha.02. Вы подключаете Material Design, синхронизируетесь, да. Если, опять же, не знаете, как работает библиотека Material Design, я вам рекомендую либо записаться на курс по Material Design, а лучше всего записаться на полное индивидуальное обучение, ссылочка на обучение есть в описании. Так, подключили мы библиотеку, что нам нужно дальше сделать? Затем мы переходим в XML-шаблон нашего Activity, и здесь мы должны внутри Constraint Layout, а ну, может и другой компоновщик использовать. Размещаем виджет Navigations Rail. Как работает этот виджет? Слева у вас будет панель с иконками, при табе по иконкам будет загружаться контент из конкретного фрагмента. То есть, это некое такое подобие Bottom Navigations, только Bottom Navigations внизу размещается, да, а это появилась возможность именно размещать сбоку эту панель. Очень-очень классный вариант, на самом деле. Я очень давно ждал этот виджет, и очень рад, что он появился. Итак, мы создаем виджет Navigations Rail, и тут же рядом создаем виджет Frame Layout, в который будет выгружаться контент из фрагментов. Мы сделаем три разных фрагмента. Баскет, то есть корзина, кар, ну, в моем понимании, я назову кар, но будем иметь, что это доставка, да, и фонд, ну, то есть, как контакты, что-то такое. Для под каждой из этих фрагментов, то есть нам нужно, по факту, у нас будет три вкладки, значит, по факту нам нужно три фрагмента. Вы создаете еще три фрагмента. Если, опять же, не знаете, как это делается, то рекомендую посмотреть мой фильм «Основы Android» за три часа. Итак, мы создаем Navigations Rail View, да, виджет, и рядом Frame Layout. Создаем виджет, да, я хочу пройтись по атрибутам Navigations Rail View, по особенным атрибутам. Смотрите, в бэкграунд фон мы задаем, да, я люблю темную тему использовать, поэтому, как вы знаете, в темной теме фон чуть-чуть сероватый, да, ну, не совсем черный, а панельечку мы вообще сделаем черной. Ну, и теперь по поводу нюанс, по поводу цвета иконок. Цвет иконок у нас должен быть динамичным, ну, и заголовка вкладок и иконки вкладок, он должен быть динамичным. То есть, в обычном состоянии белый, в состоянии выбранный, он должен становиться оранжевым. Как этого добиться? Для этого мы создаем в папке ресурс папочку Color, внутри создаем файл, который я назову ColorTab. Вот этот файл и размещаем тут такой в код. Здесь у нас есть селектор, в котором есть два тега item. Один item отвечает за цвет в состоянии выбрано, другой item отвечает за цвет в состоянии не выбрано. Этим состоянием управляет вот этот атрибут state-checked, то есть true выбрано, false не выбрано, и с помощью атрибута Color подключаем соответственный цвет. Мы хотим, чтобы он при выбранном оранжевый, при невыбранном белый. А затем мы в самом виджете, в атрибуте item icon tint, то есть цвет иконки, мы указываем именно ссылку на наш этот файл, в котором мы определили динамичную подгрузку цвета. Ну и кроме цвета иконки, нам же, как я сказал ранее, нужно установить и цвет, и заголовок вкладки, поэтому мы используем атрибут item text color, и также смену цветов устанавливаем для заголовка вкладок. Также я хочу наверху отображать иконку типа как меню, как вот на ютубе сделано, да, какой-то заголовок, ну это как шапка, как шапка Navigations Railview. Для этого мы используем специальный атрибут header layout и указываю ссылку на файл, в котором я создаю верстку заголовка, как бы, ну это шапка, это шапка nav file. Для этого я в папочке layout создал файл, файл header nav, вот этот файл, в дизайн если перейду, ну тут не видно, потому что белый фон. Тут просто иконочка как навигационного меню, как гамбургер. Да, я указываю ссылочку как раз таки в атрибуте header layout, я указываю как раз таки ссылочку на эту иконку. Тут все очень просто. Но опять же, список вкладок, которые мы хотим получить, они подгружаются из меню, поэтому мне нужно создать меню. В папке res ресурсах я создаю папку меню, и там уже создаю файл, который называю меню, здесь мы создаем меню. Далее, опять же, возвращаемся в верстку нашего activity, и здесь мы должны в navigation trail view подвязать это меню, это делается через специальный атрибут меню, указываю ссылку на папку меню и выбираю файл меню. Если вы всего этого не знаете, то я вам рекомендую записаться ко мне на индивидуальное обучение. Далее, когда мы все это создали, меню можем закрыть, шапочку nav rail можем закрыть, смену цветов закрываем, build-gradle live закрываем, и переходим в класс нашего activity. Ну, конечно, тут все по байдингу делаем, да. По умолчанию, в общем, как будет работать наш nav rail view? Там будет по умолчанию активно первая вкладка. Поэтому, для того, чтобы было все корректно, отображалось, нам нужно, чтобы по умолчанию, первая вкладка basket у нас, нам нужно по умолчанию загрузить во frame layout контент из фрагмента basket. Вот, это делается через support fragment manager, bag interaction, и указывается метод replace, в котором сначала мы указываем id-шник виджета frame layout из activity, вот он, куда должен выгружаться контент, и через запятую мы указываем класс, класс, контент которого должен выгружаться. Далее нам нужно навесить обработчик таба по каждой вкладке нашего nav rail, да. Для этого мы обращаемся к виджету nav rail, и навешиваем прослушиватель с этого navigation item selected listener. И передаем this, потому что мы через интерфейс это будем делать, а для этого нам нужно, где у нас объявляется класс, после унаследования поставить запятую, указать navigation trail view и вызвать его интерфейс, он на navigation item selected listener, в котором уже реализовано само событие таба по вкладке нашего nav rail. После этого у вас класс загорится красным, нужно навести на него, лампочка такая появится, красная вам нужно кликнуть вот по этому треугольнику, выйдет сообщение, выбрать единственный там пункт меню, то есть который вам скажет нужно импортировать, вернее переопределить базовый метод onNavigationIntenseSelected, после того как вы выберете метод, у вас создастся вот такой метод, overrideFundOnNavigationIntenseSelected, но в качестве аргумента там item, это каждый пункт меню, то есть каждая вкладка, и здесь мы там должны удалить весь текст, который будет в базовом методе, и заменить все на условный оператор when, в котором объектом условия будет именно каждый пункт меню, а именно получается будет каждая вкладка, и мы должны отслеживать нашу каждую вкладку по ID, где взять ID, мы возьмем у каждого пункта меню, у нас есть ID. Вот это мы все должны ловить, нажатие по каждому пункту меню, именно по этому ID. Мы указываем, что если пользователь тапнул по вкладке с ID, то мы подгружаем во FrameLayout контент из фрагмента basket, если по car, то тогда контент из фрагмента car, и если тапнул по фон, тогда контент из фрагмента фон. И теперь очень важно, для того чтобы у вас все корректно работало, а не со второго нажатия, здесь в конце вы должны сделать возврат истины, для того чтобы метод заработал. И после этого на Frail начнет корректно работать. Теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Смотрите, я тапаю, и все подгружается, тапаю, подгружается, тапаю, подгружается. Это действительно очень крутой виджет. У вас в описании под видео будет ссылка на код из этого урока, и также будет ссылка на страницу, где вы можете посмотреть дополнительную информацию по этому виджету. А на сегодня у меня все. Если хотите оперативно и качественно выучиться на андроид разработчика, и сделать это все за 3 месяца, то записывайтесь ко мне на индивидуальное обучение. Все ссылки для записи есть в описании к этому видео. На курсе вы научитесь абсолютно всем скиллам, которые необходимы для андроид разработчика. Ну а что по поводу этого виджета, то возьмите его на вооружение, он очень классно работает. А на сегодня у меня все. С вами был IT District. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.